Мануил Аладжалов Русский и советский пейзажист Он получил начальное образование В художественном училище Ростова-на-Дону А позже перебрался в Москву Среди его наставников были знаменитые мастера Исаак Левитан, Алексей Саврасов, Константин Маковский Иларион Пряничников Во многом благодаря его учителям Пейзаж перестал быть второстепенным жанром в русской живописи У художников стали появляться подопечные Которые продолжали работать в этом жанре Одним из таких учеников и был Мануил Аладжалов В начале 20 века Аладжалов преподавал в Строгановском художественно-промышленном училище В это же время он вместе с другими живописцами Основал союз русских художников по русским провинциям Как и его коллеги Аладжалов черпал вдохновение И новые темы для своих картин в поездках по русским провинциям Больше всего он любил путешествовать по средней полосе России Во время одной из поездок Аладжалов написал цветущие деревья Художник условно поделил полотно на две части Слева он оставил много свободного пространства И заполнил его зеленью, синим небом и облаками Справа же автор сосредоточил большинство объектов Дерево, старый дом и фигурку девочки на крыльце Он построил композицию так, что передний план стал своеобразной точкой отсчета От него взгляд зрителей движется к дому, затем к дереву А от него к избам на заднем плане и к бескрайним полям На этой картине художник использовал пастозную технику Он наносил неразбавленную краску густыми рельефными мазками Такой метод позволил придать композиции динамику Краска по-разному ложилась на полотно В зависимости от движения кисти автора И передавала непосредственное впечатление художника от натуры Являясь представителем русской реалистической школы Аладжалов испытывал влияние импрессионизма Работая на пленэре чистым цветом и стараясь отразить непосредственное состояние природы Стремление к обновлению художественного языка в целом было характерно для русской живописи Рубежа 19-20 веков Аладжалов изображал природу в разные времена года Один и тот же пейзаж он мог писать несколько раз В книге «Среды московских художников» исследователь Екатерина Киселева отмечала Аладжалов очень любил пейзаж средней полосы России И умел находить в нем массу разнообразия Один и тот же мотив он готов был повторять по несколько раз и повторял Стараясь уловить в нем новый звук, новое состояние И находя переносил на свои небольшие полотна светлую грусть русских деревень Покой и тишину русских вечеров Мягкость и теплоту русской жизни Так родились полотна весна в деревне, зима в деревне, лето в деревне, лунная ночь, летний вечер И другие многочисленные работы художников Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok